Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 8 декабря 2020 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Мы часто слышим и даже сами произносим слово глобализация. Некоторые сладко замирают от предвкушения чего-то замечательного, другие приходят в ужас, сами на самом деле не зная от чего, но большинство не понимает. А от слова вообще, что это за зверюга такая, значит, новая? Зверюга оказалась не новая на самом деле, это развитие достаточно утопической идеи всеобщего и вселенского счастья, но поддержанная новыми технологиями. Очевидно, в этой идее есть что-то притягательное, если большинство лидеров европейских стран, руководство ООН, ЮНЕСКО, ведущие демократы Соединенных Штатов Америки, Но самое интересное, крупный и в том числе инновационный капитал типа хозяев и руководителей Амазона, Майкрософта, Гугла, Фейсбука, Твиттера, Все они эту идею поддерживают и, чтобы добиться ее осуществления, не только слегка нарушают дух законов, скажем, Соединенных Штатов Америки, Конституцию США, Но и прямо нарушают основные законы и принципы нашей страны, то есть становятся преступниками. А для чего они становятся преступниками? Для достижения вот этой вот с их точки зрения совершенно замечательной цели. А ведь, как мы уже с вами говорили, если миллиарды мух мечтают о тюрьме, то, наверное, в нем есть что-то притягательное. Ну, серьезно. Значит, а что так понравилось хозяевам жизни, там, миллиардерам, там, президентам, да, По крайней мере, в развитых, так называемых, капиталистических странах, вот, что же такое есть вот в этом самом глобализме? А на планете Земля живет сейчас 7 миллиардов, там, приблизительно человек, в 1960 году было 3 миллиарда, там, в 68-м стало 3,5 миллиарда, в 87-м стало 5 миллиардов. В общем, с 1968 года, когда было 3,5 миллиарда, с 60 лет население планеты удвоилось. Мы спасаем людей от смерти, от множества болезней, ранее смертельных. Мы продлили жизнь человека, намного на самом деле, да, и мы все время совершенствуем наши знания и умения в этом благородном деле спасения жизни и продления жизни. К 2030 году, очевидно, будет где-то более, наверное, 9 миллиардов человек уже, там, а к 2050-му вообще, там, 14-15 миллиардов. Причем, а, причем, а развитые, так называемые, страны, там, да, так сказать, Европейская Америка, да, теряют население, рождаемость такая, да, если бы там не иммиграция, не прирост вообще, так сказать, просто бы теряли. А вот Китай, там, Индия, Индонезия, Бирма, там, часть африканских стран стремительно его наращивает. Да и в Америке, кстати, в заселенных, густо заселенных афроамериканцами центрах городов, мы называем это inner cities здесь, да, рождаются сотни тысяч детей без отцов, огромная часть которых становится преступниками. В общем, Китай вот-вот будет иметь население 2 миллиарда, значит, то же самое Индия. А, значит, чем больше медицинских услуг, тем больше детей выживает, тем дольше живут люди, тем меньше питания достается им на душу, да. И развитые страны, в общем, так сказать, начали уже и сейчас должны будут больше и больше и больше обеспечивать, так сказать, жизнедеятельность таких стран, которых еда и другая, так сказать, всякие необходимые вещи не производятся. А пока что есть народы, которые не могут войти в индустриальную эпоху, и они, при том, что мы увеличили невероятную их рождаемость, там, и т.д., и т.п., то, что я говорил, значит, и увеличили невероятное их население, оно наращивается, они все больше и больше и больше будут нуждаться в нашей помощи. Сто лет назад мир косили эпидемии. Там, вспомните, там, по-моему, 50 миллионов умерло от завезенной из США в Европу так называемой испанки. До того, треть Европы и пол-Англии скончалась от бубонной чумы. В 20 веке Сталин перебил около, по-моему, 70 миллионов человек, Гитлер 40 миллионов, а Маут-Зе-Донт, так точно, так сказать, в районе 100 миллионов человек. До того, там, болезни, ранние смерти, войны, там, даже крестовые походы. Кстати, значит, уменьшали население, как только его становилось больше, чем вот, ну, экосистема, так сказать, или это государство, это тогда не могло выдержать. А в эпоху остановки глобальных войн, отсутствие, ну, скажем, бубонной чумы и всемирных катаклизм, как остановить этот чудовищный прирост населения, которому будет нечего есть? И они начнут отнимать еду и прочие блага сначала, значит, у ближних, а потом и у дальних. Вот смотрите, какой, так сказать, кошмар, сколько миллионов человек зашло уже в Европу, как только двери чуть-чуть приоткрылись. А, значит, Пакистан, там, Северная Корея, Россия, Индия, Китай, все эти страны, если переполнятся, у них есть достаточно, так сказать, атомное и другого оружия, чтобы начать уничтожать сначала ближайшее, а потом и лежащее подальше, так сказать, население, вычищать земли для своих. А свои-то голодные, так сказать, нуждаются, поэтому будем зачищать чужих. И уже много-много раз происходило на планете Земля. Глобалисты обеспокоены этим страшным перенаселением, не умеющих себя обеспечивать людей. И, в общем, эту беспокойность можно понять. Второе. История 50 тысяч лет существования Homo sapiens, значит, ну, если верить антропологам, да, это история нескончаемых войн. Глобалисты хотят разоружить все страны, значит, как бы уничтожить национальные армии, считая, что это, в общем, бандформирование, создать общую такую армию, так сказать, обороны, защиты, больше полицейскую. А как результат, ну, во-первых, в этой армии будет в сто раз, конечно, служить меньше, меньше военнослужащих, зачем, так сказать, все это нужно. Не нужно будет так наращивать постоянно и развивать вооружение. И ни одна страна не будет способна ни с кем воевать. А, ну, как воевать, когда у тебя там, во-первых, нету армии, а, во-вторых, мы все, что называется, часть одного и того же государства. Это как там штат Небраска, значит, решил пойти войной и напасть на штат Северная Дакота. Ну, звучит абсурдно, верно? Или как там Харьковская область решила напасть на Одессу. А там город Эйлад пошел поход на Хайфу, или там на Вершеву поближе она все-таки. Ну, чушь, верно? Одно правительство может помочь страждущим, тем, кто нуждается. Может, так сказать, забрать излишки у тех, у кого есть излишки, а заодно тихо подкармливая индонезийцев и индийцев, а заодно и афроамериканцев в городах американских чем-нибудь новоизобретенным, понизить доминирового либидо, или сделать вообще сперму неплодовитой, так сказать, непроизводящей, так сказать, offspring, то, что называется, плоды. Не пройдет и двух поколений, как население густонаселенных стран уменьшится в четыре раза, а то и больше. Кроме того, можно будет незаметно без войны избавиться от молдаван, албанцев, угандийцев, жителей Тибета, ну, в общем, от тех, от кого элита, так называемое, руководство крупных государств, которые будут во главе всего этого и составлять мировое, государство решат избавиться, как от лишних, там, от цыган, там, ну, так сказать, от евреев лишних, там, тоже все может быть. Вот. И сразу планете будет легче существовать, правильно? Значит, будет легче дышать, уменьшатся выбросы, там, всяких углекислых и прочих газов в воздух. А еще можно полностью уничтожить деньги, скажем, да, и пользоваться электронным эквивалентом, что уже делается, экспериментирует это сейчас в Китае. Все население Земли будет получать, ну, скажем, некую базовую сумму, позволяющую им не умереть с голода. Значит, плюс те, кто работает, будут еще получать что-то за работу. А, ну, если человек, скажем, прогулял, да, так сказать, или если повел себя как-то не так, как, ну, скажем, те, кто надсматривают за ним, хотят, чтобы он себя вел, то с него снимут часть электронной оплаты. Или вообще могут перекрыть, там, скажем, там, доступные, там, на три дня, на неделю, на месяц, там, вообще навсегда. То есть он больше не сможет ничего покупать, включая еду. И, может быть, и воду тоже, мы же не знаем. Большой проблемой глобалисты считают оружие на руках населения. Но если, значит, его, там, пойти отнимать, то, конечно, будет волнение. А вот если, если просто, ну, скажем, ввести налог на ствол, да, потом обязать купить и вмонтировать сейфы, потому что, ну, там, дети могут схватить, и найдут сотни случаев, которые, о, кошмар, кошмар, давайте скорее сейфы покупаем, да. Потом будут платить стукачам за доносы на тех, кто, там, не выполняет распоряжение правительства. А стукачей хлебом не корми, особенно если мы еще и платим за это. Они просто за интерес бы делали, да. Ну, а потом предложат скупать оружие у населения, и, конечно, народ помчится, потому что столько от него неприятностей, лучше от него избавиться. И все будет тихо и хорошо. Еще глобалистам не нравятся двигатели внутреннего сгорания. А на них, конечно, увеличат налоги, это понятно, и увеличат до небес стоимость бензина. А, так сказать, чтобы вы не нервничали, то будут, значит, сделаны такие электромобилькары, и вы прямой момент с своего телефона сможете вызвать такую электрокару, она приедет за вами и отвезет, значит, куда угодно по достаточно недорогой цене. Вот зачем же вам ваш автомобиль, так сказать, еще... Неважно, кстати, что выбросы газа в атмосферу от автомобиля внутреннего сгорания значительно меньше, чем выбросы газа в атмосферу от электричества, которое вам необходимо, чтобы проехать на электромобиле, не имеет никакого значения, так сказать. Важно, чтобы у вас уже не будет ваших автомобилей. Что, кстати, может быть, совсем и неплохо, да. Кстати, и движение будет, и людей не будут сбивать на улице, и все будут останавливаться вовремя, и ехать вовремя, потому что все будут управлять компьютером. Так как у нас с вами, по идее, глобалистов не будет наличных денег, то любые покупки будут известны в реальном времени, опять же, тех самых, кто, так сказать, будет следить, чтобы мы жили хорошей, полной и прекрасной жизнью. А глобалисты придумали, например, что нам не надо, это высказывалось много раз, я это читал во всяких там их статьях, там переписки и тому подобное, что вообще людям не надо летать в отпуск, а далеко можно создать такие районы отдыха рядом с городом. Во-первых, выбросы из самолета, так сказать, огромные самолеты, тоже, так сказать, там газы какие-то вылетают, правильно, да. Кроме того, вы едете, вы загрязняете океан, и вы, ну, очень много, много, так сказать, вещей происходит. А так рядом организуются с городами зоны отдыха на билеты, нам продают билеты, нам не будут продавать на самолеты, значит, без какой-нибудь там печати или там разрешения местного бонза, начальника. Ведь, ну, разница-то никакой, мы с вами отдыхаем далеко от дома или близко от дома. Могает глупость лететь через запол мира, и что, и ходить там, и смотреть на тот же самый океан, на который можно, или там озеро, на которое можно посмотреть рядом с домом, верно. Давно уже глобалисты говорят, что коровы, вообще, они, скажем, метаном отправляют эту атмосферу, а кроме того, значит, красное мясо вредно, слышали это уже, да. Коров, ну, кроме как, может быть, в Индии уничтожат, а мы будем получать удовольствие от соевых бюргеров со вкусом крови. Теперь, значит, начнут восстанавливаться, конечно, леса, поля, океаны. Из океанов будут вычищены пластиковые всякие там бутылки и пакеты. Огромная проблема, как нам рассказывают все время. Так как нефти будет добываться и перевозиться либо значительно меньше, или вообще не будет, то есть загрязнение океанов, разлитой нефтью, ну, происходить практически не будет, либо не будет вообще, да. Природа, леса, реки, озера, так сказать, воздух, все будет чище. И те, кто нами руководят, смогут летать по миру и получать от этого удовольствие, от чистой, хорошей природы. На Земле, говорят глобалисты, наступает эра искусственного интеллекта, а нам не нужны будут водители, значит, нам не нужны будут рабочие на заводах, там, укладчики дорог, ну, и множество других профессий, значит, которые могут делать роботы легко. Вот, а что делать со всеми теми, кто потеряет работу из-за этого? А многие станут ведь преступниками, правильно? Наркоманами, там, алкоголиками, то есть абсолютно бесполезными членами общества. Глобалисты о них позаботятся, но сделают так, чтобы они не могли рожать себе подобных. Зачем обществу такая обуза, верно? Отвезут их, там, на острова прекрасные, из которых уплыть нельзя будет, там, с казино, с едой бесплатной, с выпивкой, пляжами, массажами, там, ну, все бесплатное совершенно. Получай удовольствие и помирай себе тихонечко, значит, никому не мешай. Обслуживать их будут роботы. Вообще мир разделится на, как бы, естественные категории, или, называйте это, касты. Значит, слуги народа, то есть, ну, элита, по-нашему, по-простому, да, живущие отдельно, владеющие всем на земле, летающие по земле, так сказать, по курорам там и прочее, обслуживающие их персонал, это вторая категория, включая охрану, и те, кого оставят для более, скажем, творческих работ, чем те, которые смогут делать, ну, роботы с искусственным интеллектом, ну, и совсем, так сказать, такие вот, ну, как мерлоки такие, да, которые будут делать всякие грязные работы, по которым по какой-то причине, значит, роботы делать не смогут. И на земле наступит тишь, гладь и благодать, то есть, ну, райские кущи цветут, и по райским кущам бегает, или ходит, или ползает элита. А мы все, значит, по телевизорам смотрим боевики, которые для нас будут ставить, там, Болливуд, Галливуд, Шмалливуд, не знаю, там, кто-то еще. Ни войн, там, ни эпидемии, ни оккупации, ни восстаний, ни крестовых походов даже, значит, революционных, там, или иных каких-то, там, столкновений. И у каждого в теле будет вживлен маленький такой чип, чип-чип, 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 такой маленький наночип, чтобы по сигналу, вот, ну, там, назовем честно, надсмотрщика, да, значит, который тоже может быть этим самым, вот, интеллектом, значит, artificial, то есть, значит, роботом, то бишь, да, по-нашему, да. Если ты, например, выходишь за пределы какого-то района, который тебе разрешен, там, по номеру твоего чипа, там, бум, у тебя отнимается, там, рука или нога. Или если ты начал делать что-то, что элите, ну, этим, слугам народа, да, ну, вот, не нравится это чем-то, например, написал там какое-нибудь сатистическое стихотворение на хозяина фабрики или там на мэра города, да, там, раз, значит, нас на сутки отнялась, там, ноги отнялись, скажем, да, так сказать, но, скорее всего, ты больше никаких стихов писать не будешь, но, если ты напишешь второй раз, то у тебя там, скажем, ноги сами с собой пойдут, ну, там, в сторону, там, я не знаю, там, сами придумываете, куда поведут ноги, там, на свалку, в участок полицейский, там, не знаю, там, наверх здания бросаться вниз, не знаю, не знаю, заполните, что называется, сами. Кстати, те, кто говорил мне, что в Америке никогда не будет, значит, лагерей перевоспитания, я должен сообщить радостное известие, что уже во многих школьных округах, если учитель не прошел специальных классов по белой привилегии, то его ее не допустят к преподаванию, то есть, лишат права зарабатывать на жизнь, что не совсем вписывается в нашу конституцию, да, но, тем не менее. Значит, на нескольких авиалиниях, не помню уже американских, европейских точно, но, думаю, что американцы сделают все то же самое, объявили, что не будут сажать на самолет людей без справки о вакцинизации. Значит, несмотря на то, что никто не знает, что с тобой будет через пару лет после того, кто эту вакцину сделает, сделаешь себе, разрешишь, значит, воткнуть. Вспоминаю обязательные политинформации по пятницам, как в школе, так и на работе, характеристики для выезда за границу и, ну, такое мягкое уговаривание детей в школах стучать на своих родителях, ну, как, как Павлик Морозов, герой каждого советского школьника. Глобализм это еще и открытые границы, это равноправие в получении услуг государства, это медленное уничтожение частной собственности, ибо, как сказал, значит, президент вот этого самого всемирного экономического форума в Давосе профессор Шваб, люди несчастны из-за стремления овладеть имуществом. Как только мы их лишим имущества, они будут намного более счастливы. Конечно, если кто-то не захочет расставаться с имуществом, его посадят в тюрьму или застрелят, но это мелочи по сравнению с построением счастливого общества, даже если убьют половину на самом деле населения мирового, да, чтобы вторая половина была счастлива, это небольшая плата за будущее счастье всего человечества. Подумайте о тех поколениях, которые будут жить счастливо, потому что у них не будет имущества. В конце концов, люди всегда умирали, а тут они умрут, зная, что обществу от их смерти будет лучше. Кстати, вас это радует? или обнадеживает, я умру, но после меня обществу будет лучше. На меня это не производит особого впечатления, желания умереть за счастье будущих поколений без имущества. Еще важный момент для глобалистов, что малого и среднего бизнеса не будет более, и крупные транснациональные корпорации не должны будут опасаться конкуренции малых зубастых молодых шакалов. И вот здесь тоже наступит так называемая тишь, глади, благодать. Ну, как на кладбище. О чем мечтают политики? Давайте подумаем мы с вами по-честному. Служить народу? Нет. Чтобы не надо было переизбираться. О чем мечтают бюрократы, ну, чиновники, да, о том, чтобы усидеть на своем месте, ну, и тихонечко повыжаться, там, должности, там, в зарплате, там, в чем-то еще, в благах каких-то, правильно? Они боятся потерять свое место, вот основной мотив, так сказать, их жизни, их раздумий. О чем мечтают хозяева, скажем, крупных корпораций, там, об отсутствии конкуренции? Только военные вот тут пострадают, но им дадут, генералам я имею ввиду, места в советах директоров этих самых вот корпораций. Короче, значит, все они хотят, чтобы их сегодняшнее положение наверху, в элите, значит, при власти, тенгах, чтобы оно было навсегда. Да. И это есть главная, самая жгучая идея глобалистов, чтобы их блага, их положения, их богатства были навсегда. А мы, спросите вы, а мы, а что мы? Нас слишком много. Мы, ну, мы беспокойные, мы, да еще хотим кого-то избирать, кого-то менять, мы кого-то выгонять, чем-то недовольны все время. Мы все время что-то придумываем, угрожаем стабильности системы, угрожаем мировому порядку. Вот они и придумали, значит, вот это вот Great Reset, значит, глобальное, великое, замечательное переключение, перезагрузку, великая перезагрузка, которое с помощью коронавируса они и пытаются сейчас совершить. И в этом весь смысл борьбы с Трампом, который оказался их четырехлетней с занозой, отсрочкой на пути построения глобального правительства, глобального концлагеря. мечты эти со времени еще до египетских, до вавилонских правителей существовали. Вот дорваться до власти, чтобы навсегда и полный контроль над плебсом, ну, над вами и надо мной. И до полной победы им осталось совсем немного, они считают, Трамп. Ну, плюс два сенаторских места в Джорджии. И не дать Верховному суду или там там армии, не дай бог, или части какой-то армии вмешаться и снова расстроить их планы. Вот. Это, господа, и есть глобализм. Вот то самое. На этом постоволок я устроил вам хорошее настроение, значит, перед сном у кого-то, у кого-то в начале дня мы сегодня и попрощаемся. Вот. А будет это или не будет? Ну, будем посмотреть. Все-таки есть еще Трамп, все-таки есть еще Джорджия, все-таки есть еще Верховный суд и все-таки может быть есть еще армия. До свидания. До следующих встреч.